Шалям враха. Известно, что львиная доля наших проблем, она вызвана чересчур развитым воображением. И знал это великий средневековый наш учитель, великий учитель Рамбам. В недельной главе сказано, что одно из проклятий, которые человек получает, если он не идет по Торе, это вы побежите, когда никто за вами не гонится. Паника. Ну, здесь нужно вспомнить panic attacks, которые уже стали притчей во языцах, панические атаки. Списывают это на последствия ковида, на что угодно. В Канаде, я знаю, так это вообще какая-то просто стала национальная беда. Там каждый второй у него панические атаки. Там он едет за рулем, так он останавливается и дрожит. Я даже сам это видел в Торонто. Очень странное зрелище на самом деле. Как это работает, почему? Наверное, это разбираться врачам. Они любят доказательную медицину. Но мы приведем здесь занимательную историю, которая произошла очень много веков назад с Рамбамом. Известно, что он был личным врачом египетского султана. И министры этого султана, они завидовали Рамбаму, уговаривали избавиться от него, опять же, да, то есть еврейский вопрос и все остальное. И заменить его другим врачом, мусульманином. Его звали Камон. И они убеждали, что профессиональные качества гораздо лучше, чем у Рамбама. Ну и султан прислушался, вызвал на проверку обоих. Задача была следующая, что каждый попробует отравить другого. И кто выживет, будет личным врачом султана. То есть они должны предстать перед ним, выпить яд, который приготовил коллега. А потом может выпить противоядие, которое приготовил сам. Окей. Они были знаменитые оба и разбирались в лекарствах, ядах и во всей этой истории. Теперь этот Камон пошел домой и всю неделю готовил сильный яд. А Рамбам надеялся на Всевышнего и решил оставаться верным в своей миссии. Лечить людей и не убивать. Так вот, в решающий день оба начали этот тест. Рамбам принял яд, тут же выпил противоядие, остался жив. А потом он протянул этому Камону кусочек еды. И тот съел, сразу выпил свое противоядие. Но странно, ничего не почувствовал. Как будто вообще не принял яда. И тогда в нем пробудилось сомнение, которое постоянно усиливалось и превратилось в страшное беспокойство. Может быть, Рамбам дал яд, который подействует только, когда противоядие уже потеряет силу. Или это яд, который действует только после приема определенного вида пищи. Например, белков. Он перестал есть мясо. Может, углеводов. Перестал есть хлеб. В конечном счете, стал пить только парное молоко. Через неделю Рамбам встречает этого деятеля Камона. Тот был ужасно бледный, худой. И он его спросил. Скажи, а как ты себя чувствуешь от парного молока? И он, услышав это, побледнел, как полотно. Его хватил удар, и он умер. Султан сказал, что теперь я понял, что ты самый великий врач. Ты смог изобрести яд, который действует только через неделю. На что Рамбам ответил. Я его не убивал. А он сам себя убил. Я вообще никогда никого не убивал. Его воображение убило его. И вот это и есть одно из страшных предупреждений, которые в нашей недельной главе. Да? Паническая атака. Если евреи не будут соблюдать Тору, вы будете бежать. Хотя никто за вами не гонится. И преследовать вас будет звук падающего листика, листа. И будете спасаться, как от меча. И упадете. А преследователя не будет. То есть это беспочвенный страх. Почему же упали? Из-за страха. Ай-яй-яй-яй-яй. Какая актуальная вещь в наше время. Если мы оглянемся и поразмыслим, мы увидим, насколько это проклятие глубоко проникло в современный образ жизни. Ну и, конечно же, спасибо нашему смартфону, который это все поддерживает. В частности, новости. Человек наглотался новостей. Как вы понимаете, бизнес новостной делается на том, чтобы человека удержать. На английском это умное слово называется engagement. Чтобы удержать нас у экранов смартфона, нам нужно давать те новости, которые генерируют адреналин. Дальше пусть эндокринологи рассуждают. Там какие-то допамины еще есть. Все это вокруг крутится, вертится. В общем, мозгу этот страх в своем роде приятен. И когда он ему приятен, мы хотим снова и снова возвращаться к ужастикам. А? Проходили, правда? Опять еще новости и еще новости. И так до умопомрачения, пока просто человек чуть ли не сходит с ума от того, что он себе додумал, надумал и то, что ему дали. Ну и плюс, конечно же, он рекламку посмотрел, увидел, кликнул и так далее. То, что им нужно для бизнеса своего новостного. Вопрос. Зачем мы это делаем? Неужели нет других забот? Но более того, другой вопрос более актуальный. Неужели мы не понимаем, что вот эти наши чувства, которые у нас есть, каждые 24 часа у нас есть, отнимем время сна, да, у нас есть определенный набор эмоций, которые мы можем подарить близким, подарить пользы дела, работе, бизнесу и так далее. Почему мы тратим это на страхи? Я не говорю о том, что не надо читать новости. 10 минут почитал и дальше заниматься своим делом. Но когда это становится навязчивостью, это значит, что мы в проблеме. Врачи любят доказательную медицину. Им надо все показать, рассказать, сдать анализы. Но я уверен, что с огромной долей вероятности можно сказать следующее, что очень много современных болезней, триггерами к ним, да, то есть побуждающими к болезням. То есть, допустим, у человека есть генетическая предрасположенность к чему-либо. И вот побуждающая, чтобы это раскрылось, это же может всю жизнь не раскрыться, эта предрасположенность, да, является именно та психосоматика, которую человек сам себе формирует вот этими страхами. Это большой урок для нас. И давайте примем ответственность за эмоциональную культуру внутри нас и эмоциональный фон. И тогда жить будет гораздо легче, интереснее и самое главное для высокой цели. Продолжение следует...